Привет и Даша! Сегодня буду рассказывать о книге «Очаровательный кишечник» автора Джулия Эндерс. Вы наверняка многие слышали об этой книге, я сама о ней наслышана, но долгое время не могла до неё добраться, потому что в лабиринте её не было в продаже, читая города, она у нас ещё не была в городе. И, в общем, я покупала другие книги из такой серии, там «Тук-тук сердце», потом ещё какая-то была про кожу. И вот, наконец-то, в моих руках оказался «Очаровательный кишечник», которая была бы так много наслышана. Здесь очень забавные иллюстрации, и для текста характерна такая вещь, как выноски. То есть какие-то важные вещи, которые автору хочется подчеркнуть, они не в тексте или они не просто подчеркнуты жирным, хотя и такое есть, они именно, знаете, как в журналах иногда выносят какую-то рамочку, особенную часть текста. Такое есть и здесь. И, честно, лично меня это очень сильно отвлекало от основного текста. Это я в первую очередь смотрела на содержание вот этих рамочек, и только потом на содержание самого текста. Видно, что автор старается написать понятно для обывателей, но иногда она забывает о том, что нужно так писать. Я несколько терминов залазила в Википедию, гуглила, искала, что бы это значило, хотя по смысловой нагрузке я догадывалась. Очень занимательно, увлекательно открываются многие вещи, которые я не знала, даже не догадывалась. Например, что кишечник и мозг – это как бы два друга, два товарища, которые работают в тандеме. Или что, например, народная молва права, когда говорит, что голодный человек – злой человек. То есть от кишечника зависит нервная система, состояние эмоциональное, что человек, у которого не лады с кишечником, что-то с ним не то. Он даже способен на агрессию, у него суицидальные мысли появляются в голове и всё такое прочее. И что холестерин, нас же всё время пугают, в особенности меня в Пасху, потому что я тающая яйцеедка, пугают, что холестерин фубяка плохо, надо избегать, надо, чтобы низкий уровень его был. Вот, а здесь пишется наоборот, что холестерин, ну, не всякий, а особый, там, про авиатуру приводится, что он даже вот хорошо против Эльцгеймера, да. То есть многие вещи удивятся читателя, некоторые захочется развить. Книга, правда, занимательная, но, видимо, я не слышала слишком уж много хорошего и в мыслях успела переоценить книгу. Поэтому, да, неплохо, но были моменты, когда я не столько читала, сколько пролистывала её. Да, случалось такое, меньше, чем... То есть это было не всю книгу, это было только так, изредка, например, вот аллергию так пролистывала, потому что никогда я её не страдала. И надеюсь, что не буду страдать. Поэтому мне была не очень интересна эта тема, и я откровенно её пролистала. Пролистала, ну, не так, что прямо аж пропустила. Пролистала, я имею в виду, что читала, но так, через строчечку, через, так, не каждое слово. В общем, хотя в целом, как бы так просматривала, скажем так, взглядом. Вот, собственно, это всё, что я хотела сказать об этой книге. На сегодня всё, пока, до скорых книг.